Я был, самые мелкие были В руках еще можно было взрывать Вот Соответственно, ультралу Также этот Сикер Миссл И вот они выгрызают ЦЦ Так, муталиск убивает викингов И все очень-очень плохо у тирана становится Вот ультралы грызут везде Танк зря по нему стрелял Сейчас ему будет объяснено Это очень быстро И ГГ пишет тиран Не справляется он с напором зерга Ждем вторую игру Субтитры сделал DimaTorzok Так А, у Хэппи Бо 5 Ну да, ведет он 2-1 Значит, ну я думаю, что он 3-1 Выиграет, потому что Не пристало таким товарищам Проигрывает Так, ждём мы начало игры следующей. Но пока ничего не начинается. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры. Так, ждём начало. Спасибо. 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 Былая станция. Явно тиран её выбирал. Так, собирается газ строить. Ну, газ поздний. То есть, это будет не Reaper уже точно. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, выходит, Марик начинает овер разбивать. Возможно, успеет ведь второй Марик в продакшне. Это, наверное, будет CC через реактор. Достаточно стандартный билл. Здесь у нас пятнадцатая хата. Газ добывается. Пул в продакшне. Так, овер улетает. Ну, вот как-то криво он завис. А нет, смотрите, всё-таки повис и в итоге не видит тиран его. Так, а что это такое? У тирана что это такое-то? Что за 525 АВМ в среднем? Куда он жмёт-то вообще? Я не понимаю. Что, блин, совсем что ли? Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Сельта. Так, овер улетел в космос. Хэпич выиграл. Ну, отлично. 3-1 там, да? Ну, всё. Молодец. Прошёл. Давайте смотреть тогда РСТЛ. Тут что-то какие-то дикие средние АПМы. Вот, будем надеяться, что и остальные наши порадуют прохождением в премьер-лигу. Здесь 4 линга у нас прибегают, вот тебе и 500 АПМ. С 500 АПМ не то что двумя, а одним мариком надо 4 лингов расконтроливать, а тут что-то не выходит. Хотя, посмотрите-ка, ушёл рабочий. Буквально с потерей одного марика расконтролил. Ну, хоть так. Так, гелионы выезжают. Полетели. Мулана второго. Пошла стеночка чуть-чуть. И здесь забегание готовит GTO. Ещё одно. 22 линга в пути. Ну, что тут можно сказать? Гелионы уезжают. Как же не вовремя. Они уезжают неаккуратно. Сейчас линги очень большой дэмэдж могут тирану принести. Вот, они врываются. Рабочие здесь, скорее всего, минусы. Вот. Нужно уходить на мейн. Здесь нужно депошки. А как на мейн уйдёшь? Тогда гелионы... Точнее, линги на мейн зайдут, если уходить рабочими на мейн. Приезжают гелионы. Начинают. Начинаются контроли двух. Сразу же окружает у нас зерк. Проблема у тирана дикие. Здесь новые мулы, новые рабочие. Всё, гибнет. Так. Минус гелионы. Приходится СЦ-шку поднять. Минус депо. Здесь у нас копятся гелионы. Начинается продакшн. Стимпак так и не заказан. Здесь у нас Бейлинг Нест. Третья хата в продакшне. И... Лэйр пока не заказан. Ну и лэйра и не будет. Наверное, пробивать вообще зерк хочет. Я не знаю, что он хочет здесь делать. Или зачем Бейлинг Нест. Так. АПМ сразу подспал, как зерк напряг. Так. Пять гелионов есть, но пятью-то точно нужно вниз выходить. Так. Пошёл залп по лингам. Как-то странно тиран контролит. Не достреливает. Он не чувствует, когда нужно стрельнуть. Так. Выезжают. КСМ-ки новые. Здесь у нас маленькие-маленькие в продакшне. ЦС-шка вылетает. Но уже посмотрите. Сорок на двадцать четыре по рабочим в пользу зерга. Пошёл лэйр. Две БВ-шки. То есть грейды сейчас пойдут. У тиранов грейдов ещё не будет пока. Так. Здесь пытались зайти Бейлинг. И минус мул у нас. Мул был взорван. Не знаю, новый или не новый. Но, скорее всего, новый. Потому что только-только второго кидает тиран сейчас. Куда-то опять на размены выбегают линги. Боевой лимит, кстати. Тридцать шесть на двадцать четыре. В пользу тирана. Вот пошёл выход. Вот у нас гелионы едут. И опять стенку. Да сделай ты нафиг стенку эту. А потом уже едь куда хочешь. Блин. Вот. Делает он стенку. Гелионы в пути. Сколько у нас гелионов? Давайте глянем. Аж целых одиннадцать штук. Заезжают наверх. Здесь две квины. И линги сразу же окружают этих гелионов. Ну, часть, половина сразу же зажата. Полный провал. Приходят марики. Блин, вот если бы сейчас не зажал зерк этих гелионов, тиран мог бы по-любому танковать мариками и гелионами гигантский дэмэш нанести. Но у него не получается этого сделать просто. Здесь квина падает у нас с полной энергией. Практически восемь бейлингов морфится и тридцать два линга в продакшне. Неплохой ответ по рабочим сразу почти одинаково становится. Тут бейлинги выходят. Сплит пошёл. Но это всё от тирана. А было бы один из гелионов. Можно было ещё контролить и контролить. Окружаются последние гелики. На Ксилнаге ещё было окружено два марика. Они не успели прийти в атаку. Но всё равно они были пойманы. Здесь два бункера. Плюсом пошёл один-один в продакшне у зерга. Забегает линг. Всё видит. Здесь морфится двадцать бейнов. Через десять секунд будет мув уже бейном готов. И вот закапываются две минки. Ну я не знаю. Вот чудо будет, если тиран сдержит эту атаку вообще. Потому что у него стимпака. Ооо, я думал стимпак хотя бы есть. Стимпака нету. Значит, наверное, будет беда. Так, забегает один линг. Так, минка успевает стрелять. Неплохо там лингов убивает. Бункера целы. Блин, тиран чудом тут выдерживает атаку. Теряет несколько рабочих. Ну, по крайней мере, выдерживает. Минус депошки здесь в проходе. Естественно, практически... Не практически, а есть соплай блок. Но не в красном лимите. То есть не в минус ушёл лимит. Закапывают чуминки. Стим в продакшене. 2-2 у зерга. Здесь даже бешек нет. Вот в чём проблема. Грейды нулёвые. Сейчас вот. АПМ спал до 3300. Средний, наконец-таки. Так, 18 рабочих ГТО убил в этой игре. Из команды Эссельта. Джангл Кинг. Король джунглей не такой крутой, как горный король. Естественно. Поэтому что-то у него не получается здесь ничего. Пока в этой игре. Не то что ничего. Что-то получается, но... Не очень-то прямо таким, мягко говоря. Пытается дропаться тиран. А что дропаться-то? Стимпака нет. Странно, что щиты первыми он вообще сделал. Нужно стим, конечно, было делать первым грейдом. Здесь у нас масс, масс линги. Ещё 36 до заказа. Скоро их будет около 80 штук. Третья база раскачана. У нас 60 рабочих, 46 у тирана. Вот закапываются мины, мы видим. Пошли залпы. По марикам, по своим же. Такие жёсткие залпы делают минки. Вот эта минка неплохо по лингам стрельнула. Ещё там пару бейлингов взорвалось, по-моему. Лимит-то боевой одинаковый. И по рабочим разница невелика. То есть у тирана ещё более-менее такая ситуация. Сейчас посмотрим, как он будет контролить. Так, дропчик на ксилнагу идёт сейчас. Минус лингу, два ченджлинга сюда идут. Так, стимпак пошёл. Бейлингов видят. У нас тиран загружает всё, медиваки улетают. В это время двойной дроп на мейн прилетает. Зерк не реагирует пока. Вот пошёл дроп, а до рабочих не достаёт. Нужно как-то застимпачиться. Можно спайр сейчас отменить, посмотрите. Но что-то по отдельности всё. У тирана дерётся, прибегают линги и всё убивают. Но вот спайр сейчас отменил бы, было бы круто. Для него почему? Потому что вроде как у него не получается харасить. И если бы спайр отменил, то не было бы муталисков, мог бы дальше харасить. Так сейчас зерк застроит муту и естественно прогонит все эти медиваки. Так, ещё морфицы в эллинге. 13 муталисков в продакшене. 65 рабочих, чуть-чуть бы конечно добавить, потому что явно на минералах где-то недобор. Здесь у нас 15. Ну да, вот сюда по 5 рабочих бы на вторую и на мейн. Или по 3 на каждую примерно, по 3-4. И идеальная добыча началась бы. Так, выход идёт от тирана. Медиваков 9 штук. Не чинятся они, не очень хорошо. Сплит мариков пошёл, хорошо встречают они лингов. 1-1, кстати, у тирана есть. И 2-2 в продакшене. По чуть-чуть зерка уже и нагонять начинает. Ну вот, посмотрите, какие здесь драки идут. Просто зерк в кламп всё сгрызает. Медиваки чудом улетают. Сейчас мута настигнет их ещё. А есть здесь вообще лимит-то боевой. Да, боевой есть немножко лимит, а медиваки улетели. Золото нужно уводить. Уводит сейчас тиран золото. Минки закапывает. Стимпач мариков 19 бэллингов. Собирается ГТО в лоб, по-моему, уловать тирана. Здесь у нас 5 бараков. То есть 9 продакшене мариков за раз. Одна лаба, 4 реактора. Так, прикрывает тиран свои минки, чтобы они не стреляли вот по этим лингам. Но они стреляют вот по этим лингам. И побежали дальше линга-бэйлинги. Гигантский количество. Конечно, лимит зерга. В 2 раза больше боевой. Линги бэйнов с депошком не подпускали. Но в итоге они заходят. Кидают мулу в тиран всех. И пишет Г зерк. И ГГ пишет тиран. Ну что, 2-0 цель-то повела. До 5 побед у нас матч идет. Мы посмотрим, сможет ли кто-то ГТО остановить. Пока что-то его никто не может остановить. Так, а как задержка, нужно стрим рубить, чтобы не видеть, что происходит. Вот. 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 Так. Всем естественно просьба ставить плюсики. Кто на СК-2Ти в чате сидит стриму, а писать комментарии, ставить смайлы, пеки и так далее Вот, это поднимет стрим и выведет на главную в перспективе его Вот он канал Так, пошел инвайт Заходим в игру Эра Олег Наверное он будет играть Следующим по списку Начинается отсчет, начинает следующая игра, поехали Завтра финал месяц ЗОЗО, только не пропустите вечером Я вам напомню, первые две группы завтра играют Там 8 как-то начало Пеки помогут обязательно Как же нормальным ребятам помогают А у кого пригорает, как у Тодда от танцев, от сталкеров К тому не очень Так, поехали, начинается игра Супер Олег Ну посмотрим, Супер Олег или Или ГТО Не остановить Готового к труду и обороне Так, турнир это РСТЛ Клановая лига Есть первая дивизион Есть второй Это второй Это финал его До пяти побед идет встреча То есть 2-0 ведет сейчас команда из Цельта ГТО выиграл двух человек Вот он продолжает играть И Протас Олег Команда Эра Против него сейчас бьется Посмотрим, сможет ли одолеть Пошла Форжа Билд похож на мой старый Хотел тут ГТО поставить Хату Но увидел уже Нексус и Не ставить Так, и Хата на Мэйне пошла Ну что же, это какая-то сверхагрессия Это тут у нас от Зерга Так, заказан газ Видит Протос Что происходит Ну нужно вывести рабочих штук 8 Просто И сбрить эту хату, естественно Нельзя давать ей достроить Потому что если Если дать ей достроиться Это уже серьезные проблемы Лучше пожертвовать Добычей какое-то время Ну вот И вместе с Фатонкой тоже, естественно Ее убивать Вот сейчас Папилон будет готов Фатоночку Просто одна Фатонка Хату не сможет убить Очень-очень долго То есть нужно 2 ставить А если не ставить 2 Нужно убивать рабочими А рабочих достаточно Вот изначально Там штук 8 Чтобы они пилили На такой стадии Как Фрок Заметите, даже может поменьше Так, Фатонка строится На второй Фатонкой И здесь у нас Тем более А когда ты видишь Что здесь хата нет ГТО Хотя он собирается Здесь тоже ставить Просто проблема в чем Если здесь стенки не будет Зерк сделает мув Лингом И попробует с этим Что-нибудь вообще сделать Так, хата готова Но ГТО отменяет ее Почему-то На одном ХП дрон Нужно сразу его добить Вот Видит, видит Так Ну теперь-то бесполезно И уже гейт будет Сейчас Готов Так Проезжает пробка Вот у нас продакшн И Беллинг Несп Чтобы, смотрите Беллинг Бастит Еще Зерк собирается 16 лингов Уже есть Наверху спрятанная И увидел Увидел Лингов-то Пробка-то Увидела Стеночка есть Нужно полностью Закрываться Мазеркора нет Сентрей нет Ничего нету Здесь у нас Пошла фотонка Блин, миллион фотонок Просто ставят везде Дизелок в проход Становится Нужно был Сейчас вот есть газ Нужно бустить Мазеркора Сентрю Даже я даже не знаю Что лучше Бустить-то сейчас Потому что Беста А, вот Вторая фотонка Скоро будет готова Третью фотонку Кажется Олег понял Что происходит Но Сентрю-то Олег так и не заказывает И вот пошли Беллинги Сейчас взрывается Зелок И пробегает Все внутрь Спокойно просто Блин Вот и все Что будет Здесь хата готова Фотонка Начинает ее убивать Так Линги все Простите 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 Какие собаки Пробки Прикрывают Эту фотонку Здесь пилон Пошел Восстанавливает Пилон Еще линги В продакшене Сейчас выскочит 6 Плюс 2 8 лингов И фотонку Скорее всего Схавают Эту да Начинает Грызть Но там Дома-то Еще одна есть Зелок Прибегает Наконец-таки Так Отходит Под фотонку Варп Еще не заказан Сентря первая В продакшене Здесь 5 фотонок Здесь нереально Пробивать Экономики У Зерга нету То есть 14 дронов На 30 И скорее всего Это он будет Доулынивать И проблема У Проста Сейчас где Вот сейчас Здесь могут быть Беллинги Построенные Попробую Там на мэне Алиса Фотонок Очень много Строит На мэне Просто Готов Мазеркор Нужно лететь Конечно же Добивать Хату Этим Мазеркором Так Зерг Выгрызает Криво Стоящие Пилоны Которые Не прикрыты Ничем В итоге И хата Умрет Нужно Квену Было Строить Построилась Ба Квена Она Б Уже Построилась Она Криптуморов Здесь Раскладила Здесь Слизью Б Поросло Еще Так Морф Бэйлингов Шести Штук Происходит В данный Момент Дилат Карает Собак Которые Грызут Газ Они Не обращают Внимания Потому что На Дилата И пошли Бэйлинги Протас Реагирует Уводит Рабочих Бэйлинги Врываются В пилон Минус Пилон Минус Фатонка Но рабочие Не погибли Вот Минус Хата Брудлинги Прибегают Фатонки Поля Сгрызают Но не Более того Рабочих Видит Видит Одного Бэйлинга Морфящегося Мазерпором Олег Сейчас Но ничего Не делает Так Пытается Зерк построить В итоге Среагирует Сейчас Среагирует На Бэйлингов Да Побежали Они вперед Но Бесполезно Взрываются В пилон Один из них Да Оставшийся ГГ Пишет ГТО Не прокатило Олег Оказался Непростой Но Пока Не золотой И тем более Не супер Сейчас Посмотрим Как Дальше Он Что нам Расскажет В следующей Игре И посмотрим Кто от СЛ Команда Будет Выступать У нас Ждем Напомню Это финал РСТЛ Второго Дивизиона То есть Ну Как бы Как сказать Если первое Это наверное Про То здесь Полупро Игроки Такие Играют В любом Случа Интересно Будет Давайте Смотреть Так, на Киеве приходят Мне спасибо большое 300 Отличные стримы, всегда интересно смотреть За такую деньгу не жалко, Пека Спасибо тебе большое Кто бы ты ни был Мы ждем четвертой игры 2-1 счет становится Зовите всех сюда Ставьте плюсики на СК2ТВ На моем канале, чтобы стрим в перспективе Был на главный мой Потому что Из инкубатора нужно выходить Кто желает поддержать реквизиты Все в описании Так, SELTA TIMI тут я вижу SELTA DANGER Junior Опасный Молодняк Так, ну и ждем Кто следующий Постараюсь Системить что-то такое RSTL И другие Потому что Больше Таких каких-то турниров Крупных у нас Нужно вот организовывать Какое-то Видите, сейчас Фактически нет таких команд Где полноценный StarCraft Как бы Состав В СНГ Чтобы организовать Нормальную СНГ Лигу То есть раньше там были Много Empire Rocks Мы там Да, там еще кто-то Сейчас такое Очень тяжело сделать Что не очень хорошо Естественно И начинается игра Поехали Четвертая игра Поехали Так, 2.1 Пользуя Сельта Команда Так, ваше прощение Куда-то понесло Так, в прайм-тайме Я не поел В прайм-тайме Выступает Майкер Вот И как я понял На все Ну не на все Но на часть Средств А может и на все Не знаю Как там Миша сам решит Вот Будет Миша делать Соответственно Турниры Первый из них Будет по Warcraft В память Дедмона Как я понял Все-таки подтвердились Точнее не подтвердились Еще Но На 90% То что Печальная история Про него То что там На форуме Ну в общем-то Так Так Невозможно Что-то и по Старкрафту Мы организуем Вот Посмотрим Следите за новостями Будет известно Об этом Очень скоро Так Заказана Хата У нас Пул был первым У Тимми А Олега Опять ставит Смотрите Через халявный Нексус Любитель играть Да Миша Сам мне Сегодня Сказал Когда я С ним Разговаривал О том Что Или вчера Это было Что он В прайме Будет Вроде Первого Апреля Прошло Так Фатонка Еще на Мэйне Вторая То есть Тут Братус Сверх Перестраховщик Посмотрите Какой Ну криво Фатонка Стоит Нужно Пилон Ближе Ставить Тогда А лучше Здесь И фаржу И фатонку В центре Что то она Мешать будет Минерал Добывать Это не очень Хорошо Переводятся Пробки А вот Почему он Так делает Потому что Здесь у нас Линги Прибежали Минус Одна Пробка Уезжаю Добывать Сейчас Ну на Мэйне Есть Фатонка Все нормально Зерк Попытался Пробежать Ну такого Конкретно Вдэмеджа Нанести Не получится Ему Бустятся Рабочие Линги Убегают Нужно Стеночку Делать Еще один Пилон Пошел Вот Ну Что за История Если Вдэмон Не знаете Кто Такой О чем Это Вам Может Сказать Нет Клубный Футбол Я не Смотрю А вот Чемпионат Мира Посмотрю Когда Начнется Я думаю В июне Поболеем За наших Посмотрим Прогорят Ли они Так же Как И на Европе Или же Все таки Нормально Более Менее Сыграют Нормально Это Хотя бы Из группы Войти Так Линги Бегают На Мэйне Два Зелка Их Пытаются Поймать Опа Ах ты Красавчик Выцепил Самого Дэмодженного Линга И принял Его Убил Здесь Задержал Немножко Зелок Фатонка По собакам Пострелал Застройки Никакой Абсолютно Нет Хорошо Что у Зерга Такой Мув Поздний Сейчас Линга Банамасил Забежал Банамейн Коллегу И Беда Бо Началась Так Пошла Фатоночка Еще Фатоночка Фатонит Олег Третью Хату Зерк Пытается Найти Вот Зелки Сейчас Придут Здесь Нужно Прикрывать Фатонки Если он Хочет Чтоб Получилось Начинают Линги Выгрызать Здесь Все Ну Одна Фатонка Почти готова Олег Отменяешь Ты Фатонки Что ж ты Делаешь Приходят Три Зелка И Тремя Зелками Может Все Получиться Потому что Фатонка Почти Готова Но Нет Очень Много Лингов Все Так Если Фатонки Отменял Был бы Вообще Молодцом Но Не Отменяет Олег Фатонки К сожалению Рабочих 43 на 34 В пользу Протуса Это уже Говорит о том Что Продолжение следует Так Пошли Пилончики Пустится Плюс Один Даркшрайн Ставит Олег Заказывает Блинк А нет Здесь Застройка Полная Здесь Все таки Есть Вот здесь У нас Выход У Протуса Морфит Суверсир Сейчас Так По рабочим На мэне 17 Протус Нормально Две Фаржи Грейды Вот это Хорошая Тема Три Гейта Даркшрайн Скоро Будет Готов Блинк Делается Робот Тоже Скоро Будет Готово Вот Ну У Наша Группа Нормальная Там На этом Чимпе Относительно Да и Как бы На евро Какая Была В итоге Да в общем О чем Тут Говорить Все И так Понятно Убивается Фатонка Здесь Зачем С самого Начала Стояла А теперь Помешала Теперь Ты уже Пофиг Тут уже Полбаза Осталась Уж Достояла Бы она Так Здесь Что-то Выбивает Спилонку Это Четвертую Хату Ставит Зерк Вижу Призму Вижу Дарков Четыре Штуки Идущих Пешком Заказанный Мортл Призма Тоже Куда-то Летит Куда Дарки Пойдут Плетки Ставят Зерк У нас Есть Спорки На второй На мэйне Тоже Спорка Есть Спайр Пошел А вот Здесь Ничего Нету А нет Спорку Ставят Заметил Дарков Видимо У нас Так Приходят Здесь У нас Спорка Есть Так Дарки Разбирают Лингов Очень быстро Они за удар Убивают Естественно Очень просто Все выходит Так Нужно убить Четвертую Хату Отменить Во-первых Дарками Во-вторых Просто уйти Слить их В шариков И добавить Блинка Сталкеров Плюс Иммортлов И потом Будет Сильный Микс Тем более Прота Ставит Третий Нексус Уверсир Здесь Крип Разливает Нужно Убить Естественно Так Успели Дарки Уйти Какой у них Кстати Муфта 281 Ну кстати Не очень Хорошая Затея Трех Дарков На Хаттер Так На Мэйне Три Далка Плюс Три Дилка Будет Убито Здесь Естественно Лэйр Будет Убит Дилки Еще и Рабочих Погрызли Вот Квина Вышла Тут Новая Четвертая Отменена Дарки Погибли Не сконтролил Олег Вот Как Вот Чтобы Сконтролить Дарками Кликайте Правой Кнопкой В хату И Шифт Вот Сюда Куда Они Убивают И Сразу Уходят Здесь Попытка Убить Спайер 14 Муталиска В продакшне Летит У нас Этот Как Его Уверсир Но Минус Спайера Еще Дарка Квину Здесь Успел Дорезать В общем Дарки Тут Разгромили Просто Все Зергу Мейн Четвертую Третья Начинает Добываться Плюс Два Гейта Одна Фатоночка Всего Сколько Муталисков У нас Давайте Глянем Рабочих Убродится Больше Муталисков 14 Где Мазер Корр есть Нужно Фатонки Ставить Перестраховывать Ставят Фатонки Олег Одна На мэне Есть Гриды 2.1 У Сталкеров Вот Вырываются Муталиски Минус Фатонка Варпятся Сталкера Начинают Сталкеров Убивать Сталкера Отблинкиваются Ну и С Нексусом Особо Не подерешься Готовятся Линги С ровучем Видимо Для забегания Добыча Прекрасная Лимит Практически Одинаковый Нужно Делать Гриды Продолжать Нужно Заказать Фатонки Перестраховаться Не одну Почему одну А 14 Поставь 2 3 штуки И будет Тебе хорошая Жизнь Так Здесь всего Одна Фатонка На второй Тоже Фатонки Может добавить Врывается Мута Вот Минус Фатонка Из дарков Можно шариков Послить Конечно Чтобы Перестраховаться Сталкеры Агрессивный Блинк делают Минус Муталиск Один у нас Сразу же Так Здесь Выгрызаются Камни В центре Так Муталиски Куда-то Не туда Завернули Было 2 Или 3 Или 4 Штуки Даже Я бы сказал И готовится Зерк Атаковать В лоб Лимита Боевого Больше Но у Протса Солидный Здесь Лимит Зависит От его Реакции Как он Филды Быстро Поставит Здесь Нет Оверсира А нет Есть 2 Даже Оверсира Поэтому Лучше Шарика Обязательно Здесь Слить Так Еще Зелки 3-2 Грайды Заказаны Здесь У нас Еще Фатонка Куда-то Зерк Тут Собирается Смещаться Ну Протсу Вообще Можно В лоб Сейчас Входить Лимиты Есть Пилоны Есть То есть Еще Доварпливаем Юнитов Дарки Есть Можно Шариков Сливать Спокойно 4 штуки Куда Зачем 4 дарка Здесь 2 шарика Будет Ох Как Нажигать Здесь Из этого Всего Микса Сплэшем Так Врывается Мута Нужно Ставить Срочно Оверчаж Так Вот Еще Олегу Нужно Что Нужно Научиться Жать Escape На зданиях Строящихся Потому что Он не отменяет Ничего Вообще Просто Что Естественно Косяк Так Муталиски 2.4 гидрала Заказывает Зерк Тимми Это Много Но 3.2 грейды Ох А какие Грейды У зерга О А нет 2 оранжевых Есть И армор Пошел Да 2.1 В принципе Не слабые Грейды Здесь У Протса Правда 3.2 Очень Скоро И бустит Он При этом Грейды Урываются Муталиски Нужно Вернуться На мейн Чем-то Мазерпором Может быть Хотя Нет Здесь Варпится Достаточное Количество Сталкеров Чтобы Это Небольшое Количество Мута Убить Она Летит Сзади Протса Нужно Развернуться Конечно Агрессивный Блинк Пошел Минус Муталиск Остальные Продемажены Здесь У нас Линга Гидра Еще Шарик Сливается Все Сюда Выходит 174 Протса Саплай Блок Пилонов Нет Грейды Почти Готовы Подбустить Подождать Зачем Ломиться 4 Имморталы Еще бы Чаржил Кам Сделать Вообще Круто Было И Шариков Сделать Еще Архив Темпларов Чтобы Шариков Сливать Не Из Дарков Потому что Из Дарков Дороговато Все Так Меняет Направление Движения Протас Так Зерк Куда-то Вперед Собирается Ломиться Ну Не Опасно На такой Миг Ломиться Это 100% Так Здесь Дарк Два Зелка Варпятся Собирается Заходить Зерк Протас Видит Чувствует Вот он Пришел Так Реагирует Не спрячет Что за АПМ у нас У Олега 150 147 АПМ А еще Ему Больше Не надо Зачем Так Здесь Дарк 4 Зелка Варпятся Пошла Атака В лоб Варден Шилды Не врубаются Минус Мазерфор Призма Погибает К сожалению Линги Все ворвались Зелков Прямо Это был Провал Лингов На самом деле Такого Врыва И Протас Идет Вперед Очень хорошо Здесь все Принимает До Варп Сталкеров Серьезно Пошел Минус Оверсиры Две Штучки Потери Давайте Глянем По потерям Зерга Естественно Больше До заказа 21 гидрала Второй армор Почти готов Скоро будет готов У зерга Очень слабенькое Распространение Крипа Видите Криптумора Он только-только Поставил Но дальше Не двигает Естественно Зергу Это важно Вот Мув Гидре Скоро Будет Готов И Хайв Делается Скоро Тоже Будет Готов Так Пять Имморталов Есть Уже Колосс Здесь Один Идет Вперед Протасу Третий Армор Делает Но Если Ты Такой Грамотно И делаешь Грэйды С двух Форжей Так Делай Тогда И поля Так На четвертой Базе Оборона У протиса Хорошая Пошли Поля Красавчик Грэйды Делает По максимуму Здесь Зилок На чаржер Невидимка Забегать Пытаются Линги Тут Колоссах Немножко Пошпунял Погонял Врывают Сейлинги Мимо Трех Фатонок Пробегают А Это Призма Это Не Колосс Грэйды Нельзя Терять Сейчас Грэйды Подгрызет Это Самые Максимальные Грэйды Они Долго Так Делаются Нужно Естественно Подварить Здесь Делка Делка Варпит У нас Протас Сейлинги Вынуждены Драться С Делком Рядом С Фатонками Поэтому И я пропускаю Основной бой Пошел бой Позиция У протаса Не очень хорошая У зерга Идеально Юнитов Просто гигантское Количество И грэйды Лучше Грэйды Лучше У протаса Вот выходят Вармфасты Пять иморталов Микс Просто дичайший Тут Вообще Жесть Просто А не Микс Так Прилетает Призма Сейчас Может погибнуть На Спорках И погибает Она на Спорках С вармфасты Плотят Локустов С третьей базы Я вижу Но этого Недостаточно Вторую Убирает У нас Фротас Можно на Мейн было Зайти Не знаю Почему Он пошел Именно на Третью В эту сторону ГГ Пишет У нас В тиме 2-2 Олег делает Молодец И ждем Следующую Пятую Игру Всего Их может Быть 9 В теории Игр Но это При условии Что Максимально Тут будет Все Напряженно Так На Яндекс Приходит 1 2 3 4 5 123 45 Отличные Стримы Не останавливайся Я не игнорирую сообщения В чате Удачи Пека Так Спасибо большое Что Какие сообщения Так Вердо Скайп Пишет А Привет Про Firecake MC Блин Я не Я не Стримил Это Ну там Нужно Искать По Стримерам Там Нереально Много Было Стримеров Кто Мог Это Стримить Скорее Всего Так Как Firecake Француз Нужно Millennium TV Посмотреть Или Anos Там Вот Стримил Такой Француз Нужно Вот Их Каналы Проверить Себе Наверняка Там Где Нить Есть У них У них Так Так Яндекс Яндекс Ру За Сегодня Еще На Плеере Прислав 56 Спасибо Большое Пошел Пошел Invite Большое привет сань а кот привет всем остальным тоже начинается нас пятая игра поехали из так два спорт ход спор так а почему почему он видимо он сейчас за это уже команду выступает я не знаю в чем тут суть 2-2 счет у нас gto выиграл 2 и олег выиграл 2 поехали так уж кому нравится 3 можете поддерживать реквизиты в описании все есть а так говорят про дримхак тут у нас товарищи так олег по моему опять неxus ставит 15 да так и есть и пошла фаржа так здесь у нас хата 15 а нет пул был первый пятнадцатый пошла хата после пула так сегодня пролива прошла прикольно в обоих матчах были эйсы вот 40 затащил две игры в общем прикольно прикольно там очень пошли сос показал просто великолепные игры еще так пошла анъекция квина идет на вторую базу так хорошо а так да так так в общем так а и и а так и и Так, приезжает пробочка Видеть третью хату, здесь зерк вторую Раскачивать пытается Пробка заезжает на мы Не знаю спалит ли или нет Сейчас что газ отсутствует И проц бустит плюс один почему-то Я не знаю, но если плюс один бустит Возможно какой-то пуш будет Так, пошел газ Третья хата готова Так, и твайлайт у Олега Твайлайт под плюс два видимо Интересно, почему нафиг он бустит плюс один Нужно билды Старайтесь делать всегда так, чтобы плюс один Делалось само А начинать бусты как раз плюс два Почему? Потому что Сейчас нужно максимум в рабочий вкладывать бустов То есть, чтобы идеально раскачать Шестнадцать здесь, шестнадцать здесь Везде по газу И по двадцать потом здесь Рабочих на каждой базе По шесть На газах там и там Вот, и потом уже Как раз бусты остаются на то, чтобы Начать бустить плюс два нормально Так, сталкеры убивают овера И пошел грейд на плюс два Да, это очень хорошо Робу в продакшене здесь У нас сталкеры есть Так, рабочих нужно достраивать Сорок семь где-то до пятидесят у двух Примерно просто И опять Даркшайн Любит Дарков Так, четыре гейта в продакшене Пятый Так Ну Опа Очень Девять гейтов в продакшене Куда те девять-то гейтов? Тем более через Даркшайн Будет шариков сливать Ну что за фэл-то? Нужно сливать тогда шаров Через птиштормовиков Ну не будет десять гейтов работать В такой ситуации Так Уже посмотри в описании Сань там В этом В описании канала Соответственно Аспирантовский канал Там наверняка уже пролига Лежит сегодняшняя Скорее всего Я в этом уверен Так Плюс два сейчас будет готова Суть этого плюс два В том, что У лингов Один-один И плюс два Как раз работать будет Пилон очень-очень близко Есть Гейты открываются Четыре Дарка Варпятся Куда? Вот они Куда варпятся Есть спорки везде Дарков лучше не отдавать Дарков вообще лучше В шариков слить Вот этих Спокойно сейчас Дарки мимо Лингов Пробегают Обратите внимание Так Здесь два сталкера Зелок Что-то там прогоняют Дарки забегают Сейчас можно фокуснуть Просто очень быстро Спорку И забрать лейер Например Через атаку Четыре Дарка Это мгновенно Сделают Да Что и делает Сейчас Олег Так Ну Дарков Кто-то видит По-моему Нет Нет Квена Свою же хату Помогает Убить Это фейл Так Здесь Оверчарж Дарк принимает Лингов Плеер упал Дарки Прогоняет Квину Сюда можно Зелков Доварпливать Сливать шариков И просто Убивать уже Призма На мэне Посмотрите Что Олег Олег фанат Дарков Походу Ниндзаки Он любит Ниндзаков Начинается Здесь все Умирать Ну сейчас И пройдет Мегкос Жесткий Энергию Сэр Криво Сдел С 50 Энергией Вышли Инфестеры Вместо 75 И вот В этом И проблема Сейчас Инфестеры Не могут Просто Кинуть Мегкос До варп Еще Зелков Плюс Дарки Плюс Отсюда Дарки Посмотрите Сколько Здесь уже 7 Дарков Мегкос Пошел Учили рейтинг повышался. Кто на... У нас гугеймские чатики. Вот канал тоже, кто на СК2 АТВ за Реген. Делайте плюсики, там пишите что-нибудь, чтобы на главную стрим попал как можно быстрее. Вот. Благодарю вас за это. И ждем мы следующую игру. 3-2 счет. Пользу команды Эра становится. Так, я здесь. Я жду следующую игру. Смотрю пока кончится эта. Игра кончилась. Всем привет. Привет, Муханчик. Так, и напомню, что завтра будет финал месяца Зотока. Юбилейный. Призовой 2500 долларов. Евро, простите. Играет завтра Happy Avatar. И сейчас скажу еще кто. Где-то на главной тут была новость. Да, вот она. И Блай. Завтра играет Блай первый в 1900, в 2200. Happy играет группа. Ихьян там. Аватар. То бишь три СНГшника завтра играют. Не пропустите. Будет интересно. Обязательно смотрите. Все будет из игры. Слава богу. Будет интересно. Так, феермен. Наверное, бывают у кого-то косяки. Но вообще все нормально должно идти. Да, если идеально варпить, даже 8 много имеется в виду. Идеально вообще. Особенно если это дарки. Хотя не 8. Примерно так. 7-8. 6 маловато. Но 10-то точно куда. Ну, хотя если да, завтыкал, то... Ну, там до варпа были больше 7-6 юнитов. Я вообще не видел. То есть там... Особенно дарки. Это самый дорогой, соответственно, варп. То есть он и минералы занимает, и газ занимает много. Так, пошел инвайт. Спасибо. Вот. Ну, что теорию тут задвигать? Понятное дело, что если втыкаешь, то да, может такое быть. Опасный молодняк у нас против Олега. Ну что, Олег, у нас опытный боец. Посмотрим. Но напористый Дентер Джуниор может что-то сделать, я думаю. Давайте смотреть. Так, начинается игра. Поехали. Два, три уже. Счет. Бой 9 у нас. 5 игр сыграно. Максимум 4 еще может быть. Минимум 2. Поехали. Пвп у нас. Что за страта, Муханчик? Да, там дарки. Маздарки какие-то с призмой. Интересная такая стратегия. Иногда, кстати, маздарков можно использовать с до варпом. Почему? Потому что иногда зерги не готовы, особенно если там линки. Дрова еще понятно, расконтроливать могут. Но против лингов, допустим, 6 дарков лингами убить очень тяжко. 6 дарков и 2 зелков вообще. Тёмный Олег. Тактика Тёмный Олег. Так. Ну да, что-то такое есть в этом. Два газа ставит Олег. Но все стандартно. Здесь тоже два газа. Бусты делаются. Там и там чуть попозже Олег бустит рабочих. Давайте АПМ глянем. Кто у нас как. Ну, у молодого повыше АПМ, конечно. Так. Готов гейт у Олега. Втыкает немножко с кибернеткой. Вот пошла кибернетка. С пилоном тоже был втык, поэтому по КД пробка не строилась. Вот поэтому... А нет, погодите. Да, ну тут на... Тут на... Почти на пробку из-за этого начал Дэнджер Джуниор обгонять его. Плюс, посмотрите, кибернетка на сколько разница. То есть секунд почти на 20. На 17-16 секунд где-то разница. Это серьезно. Нужно варп, правда, заказывать. Не заказывать. А, первый Мазер Корр делает у нас Дэнджер Джуниор. И пошел варп в итоге. Здесь у нас кибернетка доделывается. Здесь варп уже 10 секунд делается. Здесь у нас тоже варп не заказан. Да, 14 секунд раньше варп у Дэнджер Джуниор. Чем у Олега, у Олега два гейта. И заказан Мазер Корр. Но если ты строишь два гейта, тогда нужно Сталкера, конечно, перво заказывать, потом Мазер Корр, потом еще двух Сталкеров по вот этому билду современному. То есть и там выходить или в 3D Топуш, или в Некстус на такой карте, или в Твайлайт можно ставить, все что угодно. Так, и рово. Крейзи билд. Сумасшедший какой-то билд. Опять же. Пошел варп, но очень похоже на какой-то, может, этот... Дарк Дроп, что ли, или что это такое? Или это Блинк плюс Апсы впоследствии, я не знаю. Третий гейт у нас добавляет, скорее всего, Блинк. Потому что Дарк Киды, Робот, конечно, тут вот. А здесь Дарк Шайн у нас, смотрите. Дендер Джуниор играет через Дарков. И вот пилончик уже пошел рядом от Олега. Нужно где-то день здесь можно было бы заказать, хотя опасно могут спалить, и тяжко будет отбиваться. Робо почти готово, Блинк заказан. Ну, если от сервера Олег закажет и оставит его где-то здесь, то Дарк Киды навряд ли ему что-то смогут сделать. Здесь тоже Робо. По рабочим. Дендер Джуниор 28 на 23. Сейчас он вообще жестко обгоняет. Олег почему-то очень слабенько рабочих строит. Сейчас будет Нексус здесь заказан. И залетает Мазеркор. Олег видит Дарков. И нужно ТП домой делать. Конечно, делает Мазеркор ТП домой. Можно было посмотреть и улететь как бы просто. Тогда бы 100 энергий осталось. Заказана Форжа еще. Ну вот, об сервер есть. Гейты открываются. Что можно сделать? Можно прогрессивничать с Апсом вот на этот Нексус, если бы здесь был пилон. Заказать второго Апса. Оставить Мазеркор здесь от Дарков Дефиц. Там Зилка. И сюда наварпить Сталкеров. И расконтролить с Апсом просто все, что здесь есть. Здесь не Мортал. Ну, никакой обороны, соответственно, нету здесь. Так, Сталкеры приходят. Пилона не видят. Но случайно обнаруживают. Вот его. Так, а почему? А, не стал, не стал Денджер Дуниор варпить Дарков. Он понял, что смысла нет, так как спалили ему Даркшрайн. Пилон минус. Так, здесь плюс один. Простите, не варп, блинк уже готов. Идет Олег вперед. Здесь Нексус готов. Начинается добыча по рабочим. Все еще на пять больше у Денджер Джуниора. И пошел пилончик от Олега. Раньше нужно было это делать. Как только был готов блинк, это тогда бы было бы круто. Потому что еще Нексус не был готов к этому моменту. Так, заходят Сталкера, убивают пробку и отблинкиваются. А может даже две убили. Здесь новый пилончик у нас ставится. Так, что у нас бустит. Плюс один бустит. У нас Олег. Сталкера на мейн собираются заблинкнуться. Но здесь ждут их. Пошел блинк. Ну, посмотрите. Денджер Джуниор не видит этих Сталкеров. Вот он как-то сейчас не пойду. А, он опса сейчас увидел. Нужно уходить. Уходят Сталкера. А Апсервер только лишь погибает. Так, здесь Дарк пытается зайти. Мазеркорде лог-центря здесь есть. Так, бустится плюс два. Сейчас грейд. Сорок один тридцать четыре по рабочим. Лимиты больше у Денджер Джуниора. Робок больше на семь штук. Два газа на второй базе. Здесь тоже один сразу добавляется. Но в любом случае он позже будет. И Дарфшайн пошел у Олега. Здесь у нас что? Здесь у нас Имморталы. В продакшне четыре гейта есть. Делается блинк. Зачем блинк, я не знаю. Можно и чаш было бы сделать, например. С шариками. Но можно и блинк с Имморталами. Все что угодно. В вашей душе, как говорится. Вот. Ну и когда агрессия от кого-то будет, пока я вот предположить не могу. Хотя тут могут ребята в любой момент подумать, что пора идти. Вот Олег тут бегает по центру, прогоняет дарков. Вот. Но предпосылок ни там, ни там нет пока никаких. Вот по рабочим Олег нагнал. Денжер Джуниор почему-то не строил. Вот 44, это явно мало на две базы. Нужно 52-54 на 10 пробок больше. То есть нужно было догнать сначала до этого количества, а потом уже все остальное. И вот не строится. Да, рабочий куда-то выход пошел или нет. Бегает Денжер Джуниор. Здесь Олег принимает пробок. Так, уходит. Криво у блинка. Отблинкиваются сталкера. Но вот сейчас... Ну, если бы Джуниор хотел бы, он бы мог поймать вот этих сталкеров на блинке. Потому что у него блин как раз, как раз доделывался. 10-7 гейтов. Открываются гейты. Блин готов. Буст в никуда сейчас был. Уже вот две пробки выезжают. Пошел до варп новых сталкеров. Идет атака улов. Но улов тяжело будет продавить. Здесь две фотоночки. Правда, имморталов здесь 3 штуки. Здесь всего 2 будет. Но есть ведь оверчарж. Причем 2 оверчаржа даже. И что у нас здесь по грейдам? А по грейдам-то у нас здесь 0-0. А у Олега-то плюс 2. Вот это вот, конечно, может решить. Безусловно, имморталы тупят. Камни не пробивают. Вообще зачем камни пробивать вот эти? Непонятно мне пока, если честно. Боевой лимит, естественно, больше у Дейнджер Джуниора. Еще 2 СН-3 сюда. Сейчас все стянется сюда. Так, пошел оверчарж. Выбивается одна фотонка. Да можно еще фотонки выбивать. Тут Мазеркор теряет у нас Дейнджер Джуниор. Зачем здесь так можно было? Тут вот застройка такая, что таймварпы мешать будут. А еще застройка тут вообще бы криво все ходило. Здесь фронт не сделать. Такая застройка нормальная. Так. Так, Сталкер тут шел. Был убит, естественно. Пошла атака вновь. Так, контроль Сталкеров. Кривая позиция у Олега. У Дейнджер Джуниора позиция гораздо лучше. Сейчас можно фокуснуть Нексу, что он и делает. И все плохо у Олега. Вот Иммортал сверху выходит. Но у него, конечно, грейдов больше. Пошел до варп. Еще зелков Сталкеров. Здесь приезжают пробки. И Олег отбивается у Дейнджер Джуниора вообще. А здесь дроп Дарков был. Я не заметил. Посмотрите, что они сделали. Все изничтожили просто здесь. Олег отбивается. И лимита 23 на 92. Это ГГ. Ё-моё. Вот я, блин, Василенчик. Там вся база убила. Смотрю. Пробок один из штук. А там двух Нексусов уже нет. И пробок нет. Вот такие вот дела, ребята. Что-то Олег разошелся. 4-2 счет он делает уже. Сильный Олег. Продолжение следует. Ну, естественно, плюс 2 тоже грейды решили. Так, у меня тут чай стоит. Спасибо, Даша. И надо его выпить. Я поэтому микрофон на пару... На минуточку выключу. Спасибо. 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 ... Спасибо. Спасибо. ... Спасибо. ... 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 Олег Сензератула. Я понял тебя. Так. Прошу прощения. Отвлекся. Что-то начал читать про... Майкера. Прайм-тайм. И запарился я немножечко. Ребята. Что ж такое-то. Не то я жму. 4-2. Ведет команда Эра. А именно Олег в лице его. То есть он четырех выиграл. Но тут должна быть плотная битва ведь. ГТО. Готов к труду и обороне. Не так-то просто будет Олегу. Использовать его псионные способности. Но посмотрим. Ведь Дарк не так-то прост. Сын Зиратула. Наверняка у него есть может быть не сотка демеджа. Как в первом Старкрафте. В компании во втором не помню. Но блинк или что-то такое точно есть. Так. Пул в продакшене на мэйне. Скоро будет готов хата строиться. Так. Газ на мэйне заказан. Отменен. Здесь у нас опять фаржа. Но в проходе в этот раз. Пошла фатоночка около Нексуса. Пилон спереди. Бустятся рабочие. Странно. Почему Олега никто. Он все игры делает просто пятнадцатый Нексус. И никто не пытается его просто убить. Как-то шестым пулом. Например. Я не знаю. Просто шестой пул. Все. Олег идет отдохнуть. Так. Фатонка прогоняет оверы. Бустятся рабочие. Шестнадцать на мэйне. Уже на минералах. Нужно уводить на вторую. Случайно я с газа взял под семнадцать. Вот шестнадцать рабочих. В точке сбора на вторую стоит стеночка. Вот в этот раз даже стенка на стенку похожа. Гейт Кибернетка. Здесь еще здание вот так вот заказываем. Здесь остается проходик у нас на Зилка, Сталкера и так далее. Вот. Сам в прайм тайме нет. Не планировал. Что мне там. Я не прохожу уже никакие игры там и так далее. А чисто Старкрафт туда не подходит. Вот. И Гарри Поттер как бы тоже мне не подходит там. Так. Третья хат готова. По рабочим пока абсолютно одинаково. Старгейт я вижу у Олега. Не только через Дарков он может играть. Может через Старгейт играть. Как мы видим. Здесь пилончик. Проход застроен. Серьезно в этот раз прямо он подошел к делу. Я смотрю. 145 по М217 у ГТО. 145 по М217 у ГТО. Кобра бы этого Зерга зафатонил. Да Кобра всех бы зафатонил бы. И Тиранов бы. И Зергов бы. Причем с высокой вероятностью. Так. Грелка сейчас будет готова. Бустится армор. Плюс один уже атака готова. В продакшене роба. Плюс гейты еще. Вылетает Грелка. Принимает Овера. Что Овер сможет увидеть? Ну Форжо он увидит сейчас. Но не более того. Так. Грелка пролетает. Еще каких-то Оверов проверяет видимо. Так. И третий Нексус. Это Олега пошел очень ранний. При этом всем заказывает он роба Бэй. Здесь у нас Гидра Дэн. Посмотрите. У Зерга. Заказан армор. БВшки. Две штуки. Спорки. И если Зерг будет Гидру делать. То Олег уже готов фактически к ней. Сейчас он. Фатонка здесь. Гейт заказан. Гейт заказан. Грелки летят. Да. Безусловно. Сейчас Овер будет найден. Вот находит Овера еще Олег Грелочки. С Ксил Наги тут все выгоняет. Все сверлят. В итоге двумя Грелками летает. Так. Здесь у нас две спорки. Перекапываются. Они решаются Грелками атаковать их. Олег улетает на третью. А зачем их атаковать? Здесь пилончик второй для перестроек. Есть иммортал. Нужно было бы сделать. Робо Бэй готов. Твайлайт заказан. Зачем пробустил армор. В итоге ПКД не успевает заказать атаку второго. Сейчас только-только будет готов плавать. Но теперь нет газа например. Здесь копится. Неплохой такой ударный микс. Роучи уже ничего не сделают. Есть Сувер Чаш. Есть Иммортал. Есть Грелки. Но Сентрей нет. Зелки есть. Масс Роучи конечно могли бы напрячь. Масс Линги тем более. Колоску будет готов. Заказан рейндж колосу. Плюс. Где вторая атака то? Зачем бустил армор. Чтобы один один сделать. Чтобы следующий грейд заказывать. Следующий грейд не заказывается пока. газ на третий. Не строится у Олега. Плюс еще гейт. Колос сейчас готов будет. Так Зиолок собак прогоняет. Наконец плюс два заказана. Бустится грелка еще. Вот что мне нравится. Олег юзает бусты, еще бы юзал бы их по КД грейды бы делал бы их правильное к юнитам. Грелок-то, ну хотя 5 грелок это хорошо. Здесь ничего нет в проходе. Вот варпится зилок. И посмотрите, гидра приходит. А что она может сделать, собственно говоря, гидра-то здесь? Пошел разогрев, но на гидру напомню, он не действует. Но тут достаточно и более чем достаточно у Олега юнитов. Он просто разогрел здесь зерга. Ничего не осталось здесь, только вот вы видите, ошметки какие-то остались. Третий Нексус добывается. По рабочим чуть-чуть больше в ГТО. Скоро будет готов спайр. Возможно, переход в муту сейчас будет. Да, вот через 14 секунд можно переходить. И если Олег сейчас не пойдет, не выйдет, не добьет, мут это может расшатать очень неплохо. Так, линги на третью забегают. Пытаются вкуснуть Нексус. Это неправильное решение. Нужно было с рабочих подгрызть. Вот, приходят колоссы. Все, гонят. Четвертая хата в заказе. 12 мутарисков мы видим и Олег не понимает, что там мута. Фениксов не строит. Фотонок нет нигде. Так, выходит колосс очередной. Так, лингом получается забежать, но тут колосс. Посмотрите, как он их нагревает. Была бы одна фотонка, одна все бы добила, в общем-то. Одной бы хватило. Так, ну вот колосс приходит. И второй приходит. Вдвоем они быстро разбираются. 17 киллсов зарабатывает. В итоге колосс. Муталиски летят на третью. Вот это не самое лучшее решение. Лучше бы, конечно, на мейн там гораздо больше есть, что расшатать. Муталисков давайте глянем, сколько. 14 штук, еще 4 фракшни. 18 скоро будет. Это очень большое количество. Уже учитывая, что не сталкеров. Одна штука сталкер. Фениксов тоже нет. Тут грелка одна подставляется. Минус грелка. Сразу очень быстро муталиски добивают. Довар сталкеров пошел. На мейне. Тут собака. Две штуки. Грызут рабочих. Фродс не видит, не реагирует. Тут увидел, среагировал, убил. Готова грелка. Где феникс-то, я не понимаю. Чарльзил Кам в продакшене. Фатонок нет. Мазеркор вообще не знаю, где находится. Есть он вообще? Нет, у продца нет. Мазеркора отсутствует. Сталкера поймал здесь ГТО. И по-моему, это 4-3. ГТО сможет остановить Олега. У меня такое ощущение. Принимает бой в лоб. А почему боится-то? А, здесь много сталкеров, действительно. Ну вот забегает муталиски на вторую. И теперь точно проблема. У продца серьезная. Вот линги врываются в сталкеров. Муталиски им помогают. Идет размен. Грелок очень много. Здесь зерк пытался задефиться. Плетками ничего не выходит. Но ему нужно просто убивать муты здесь. Довар в сталкеров еще пошел. Блин, ну у продца, конечно, такой сильный микс. В плане того, что в лоб он очень хорошо дерется. Лимит боевого зерка гораздо больше. Нужно убивать все просто. Пилон на старгите убивается. Врывается мута в пробок. Пробок очень быстро убивает. Добыча кончается сразу же. На второй базе линги грызут. Да не то. Нужно лететь на вторую пробку. Убивать везде. Грелки пытаются вернуться. Но что могут пять грелок-то сделать против муталисков такого количества? Они без сталкеров вообще бесполезны здесь. Ну вот есть шесть сталкеров плюс пять грелок. Муталисков сколько у нас? Шесть еще в продакшне. Двадцать семь. Да, конечно, мута в лоб легко. Это все выбьет. Вот прибегают линги. Очередная партия вместе с муталисками. Фокусят все фотонки очень быстро. По рабочему пробку 26. Но у зерга тоже 21 всего остался рабочий. Муталиски куда-то улетают. Но можно на мейн идти отбить тогда. Семь муталисков сейчас вылетят. Вот один вылетающий. Колосс подходит под спорку. Получает демедж от спорки сейчас. Так, прилетает мута и все убивает здесь, естественно. Так. Муталиски летят на мейн. Тридцать четыре штуки их. Это огромное количество. Тридцать четыре муталиска. Минус пилоны. ГИТ отключается. Нужно Нексус фокусить, конечно. Идут на вторую базу. Добычу сейчас выбьют. Это не Эйц, это Джокер. Перед тем, как последние... В общем, когда одна карта до победы, можно выпускать второй раз игрока как самого сильного. Вот такая же у команды Эра будет возможность, если досчет будет 4-4. Сейчас он 4-3, скорее всего, станет. Потому что уже не справится Олегу с этими муталисками явно. Выбивает все пилоны у нас. ГТО. ГТО. Ну, блин, а как смуты драться с грелками? Имба, блин. Так. Племянник, племянщ Керригана убивает. В общем-то, побеждает все-таки сына Зератула Олега. ГТО. Вот грелка отдается на спорки. Пытается в лоб пробить, но не может пробить. Естественно, здесь призма погибает. Возвращаются муталиски домой. И сейчас, естественно, все неспокойно отобили. Уже давно в лоб можно драться. Чего здесь бояться-то? Тут очень мало народа. Для шарики иллюзия. Не понимает у нас ГТО, что шарики это иллюзия. Прибегают линги выбивать. Так, врываются муталиски. Да иллюзия это, шарики, блин. Все, минус шарик. А теперь сплэша нет. Да что тут сплэша-то нет. Что туда-сюда летать? Все, принимает бой. Все убивает, естественно. ВП зерк. Гэй пишет ГТО. И мы ждем следующей игры. 4-3 счет становится. Молодец, ГТО. Тащит за команду из Сельта. Придает интриги клан Вару. Не получилось Олега всех покарать. Так, сейчас я отвлекусь. Ждем. Придает интриги клан. Хорошо, чаек пошел. Сейчас выпустишь койота. Да тут надо выпускать тигра уссурийского, я тебе скажу. А не койота. Или хотя бы матерого волка. Тут непростые ребята бьются. Я выпущу койоту, звучит. Прикольно. Вайт растримит. Но видимо что-то нужно ему зачем-то постримить. Ничего там плохого нет, это хорошо. Мы ждем игру следующую. Вам же просьба плюсовать мой канал, кто на SK2TV зарегистрирован. И в чатике сидит. Наверное уже все это сделали. Всем спасибо. Запарил я с плюсованием, чтобы на главный он попал в будущем. А у нас следующая игра 4-3 счет в пользу команды эра. Субтитры сделал. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И... поехали! ГТО против Койота Продолжение следует... Ставим АПМ Посмотрим, как у нас тут обстоят дела У Койота пока не сильно он кликает Продолжение следует... Так... Так... Так, прошу прощения Кошка там лазила Пришлось ей Сказать Чтоб она этого не делала Так, куда-то поехал КСМ-ка за дроном Дрон приезжает, начинает добычу газа Тиран Так, сообщение дня На СК2ТВ А я хз, что там за сообщение дня-то у нас И как он пилится Подскажи, если шаришь На завтра Чтоб как раз в финал месяца Зотока стримить Запилю Так, почти Пул более чем наполовину готов Рипер в пути Второй в продакшене А вот тут тирана АПМ Сразу повысился Как только Стало куда покликать Так, прилетает рипер Стреляет По хате Строится к вины У ГТО 6 лингов Продакшен Здесь ничего не заказано Три дрона заказывают В итоге СЦ-шка в продакшене Рипер в пути Третий в заказе Сейчас будет факта С тремя риперами Последнее время Очень модные билды Вот тиран как раз таки Его использует К вины пока нету Скоро она уже будет готова Прилетает второй рипер Первый спрыгивает Ну хоть одну собаку добей Одну добивает Одну добивает Койот Отступает Назад Третий рипер Сейчас будет в пути Начинает регениться Первый вот Нужно регенить Ждать теперь Пока отрегенится Он Линги уходит На мейн Газа нету Только-только Два газа Заказывает Зерк Так Третий рипер Прилетает И нужно лететь Уже Напрягать Квину Квина одна Пока на второй базе Можно ее Расконтролить Так Или риперы На мейн Собираются запрыгивать Так Запрыгивает На мейн А здесь две квины На второй Две квины Линги Ну В общем-то Нужно было сразу Контактировать С кем-то Этими риперами Чтобы Нормальный дэмэдж Нанести Ну вот Забирает Одного дрона У нас Койот И улетает Двух Забирает Молодец Здесь у нас Линг Куда-то вышел Куда-нибудь Не знаю Куда Нужно контролировать Криптуморы Нужно сейчас Вот гелионы Первые в продакшне Ццшка Начинает добываться Третья ццшка Тоже в продакшне И плюс Два барака На первом у нас Что? На первом у нас Лаба строится Сейчас будет Заказан Стимпак И два реактора Пошло Плюс Стимпак Ццшку Нужно Грейдить Естественно Риппер Тут контролит Летает Ха ты Новый не видел Залетает Сейчас Беллинг Нест Спалит Видит Беллинг Нест Пролетает По минус На вторую Сейчас улетит Успеют ли Квены Убить или нет Вопрос хороший Нет Они не успевают Его убить И собаки Тоже не успевают Его убить Койот рипера Забирает Улетает Спокойно Так Четыре гиллиона Рипера Едут вперед Третью хату Не видит Нужно проверить Вот на другом месте Третью тогда Возможно Койоту Но он пока Не летит Никого Он думает Что это улын Какой-то Наверное Строит Мародер Один готов Вот И Так Начинается Продакшн Мариков Наконец-то Стимпак На половине Сейчас Так Зерк Очень много Крипту Морос Мейна Со второй базы Делает Две БВшки В продакшене Так Приходят Три рипера Гиллиона Начинают Квин Атаковать Не знаю Почему Забоялся Забрать Квину А мог Ведь Забрать Так Еще пару Лингов Забрал На третью Хату Не рискует Зерк Ничего Пока Переводить Рабочих Никаких Макро Хат На второй Базе Газ Нигде Не добывается Вот здесь На второй Ни в одном Газу И 1-1 Милишные Грейды Пошли Заезжая Гиллиона Рипера И видят Третью Хату Вот она Где Находится Так Залпы По лингом По лингам Проходят Неплохи Пытается Опять Квину Расконтролить У нас Койот Но если Ты хочешь Ее убить Так добивай Тогда Блин Чуть Чуть Постоянно Не хватает Добить Квину Вот Выходят Новые Линги Идет Контроль Здесь У нас Уже Накоплено Неслабое Количество Марика Мародеров Старпорт Почти Готов Вот Почему Он только Не около Факты Нужен Потому что На реактор Здесь еще 4 гиллиона Стоит И нужно Брать Все Просто Спокойно Сейчас Заказывать Щиты И идти Вперед С теми Этими Юнитами Убивать Зерга В лоб У него Вообще Ничего Нет У него Действительно Так Но Бэйлингов У него Нет Единственное Сейчас Овер Может Все это Дело Спалить Если Тиран Сейчас Резко Ворвется То Зерг Очень Сильно Затерпит Здесь Вот Он Видит Все Что Происходит Заходит Сейчас Морфится Бэйлинги Нужно Врываться Стимпатчится Юниты Заходит На Третью Койот Что-то Там Боится Врывается Бэйлингов Ну вот Сейчас Можно Не Расплитить Этих Юнитов Бэйлинги Готовы На Муви Просто Провальная Тема Тиран Провальная Атака Посмотрите Зажимает Все ГТО И Тиран Разгромлен Это Такой Фейл Да Варвись Ты Сюда Расплить Хату Убей Все Попытался Бэйлингов Убить Проиграл Конечно Не проиграл Игру Но проиграл Битву И потерял Все Абсолютно Но это Еще Не Конец Естественно Вот Медиваки В продакшене Так Бараков Шесть Есть Плюс Два Восемь Будет Скоро Один Один Почти Готово Два Два Заказано Фугасов Нет Загружается Медиваки Юнита Один Неполный Четыре Мариков Всю Да и во втором Шесть Десять Мариков На два Медивака Как-то Не ахти Это по-моему Вариант Третий СС сидит Поехали Два Рабочие Нужно Прикрывать Куда Дроп Летит На вторую Наверное Боевые Лимиты Чуть Больше У Тирана По рабочим Зерга Больше Так Бункер Депошка На третий Вот Марики На стиме Бегут Но Не добегают Немножко Так Дропщик Под Четвертую Базу Зерга Будет Отменена Чего Такое Я не понимаю Видит Же Хату Да Отменит И Хату Не сможет И Здесь Никакой Дэмэдж Нанести Дропается Койот Прям Под спорку Блин И это Провал Потому что Медиваг Сейчас Погибнет Нет Не погиб Но 2 хп Осталось О чем тут Речь Прилетает Мута А так Вы смог Хату Четвертую Отменить Все Все Выбивает Здесь Зерга Спокойно Так У меня Лагов Нет Никаких Видимо У тебя Проблема Так Здесь У нас Минки Перекопаны 5 штук Ждет Тиран Выхода Зерга 30 Бэйлингов Морфит ГТО У нас Мутальский Пытается Минку Фокуснуть У них Ничего Не Выходит Ну и Здесь Все Прикрыто Камнями А здесь Ничем Не Прикрыто И Минки Так Зарыто А уж Лучше Камни Было Не Убивать Раз Здесь Дефишся Так Стимпатчется Койот Но Зерг Отступает Боевые Лимиты Одинаковые Практически И Сейчас Будет Врыв Сможет Ли Расплетить Тиран Здесь Бэйлинги Не Доходят Очень Большой ДПС Тиран Отступает Он наверх Принимает Бой Нужно Сплетить Юнитов Минки Стреляют По своим Марикам Сейчас Очень Жестко Они Стреляют Сверху Часть Юнитов Тиранов Так Бэйлинги Все Убиты На Мариках Отдается Мута Очень Неплохо Сейчас Койота Расплетил Но Три Бэйлинга Врывается Сюда Минус Туретка Но Не Минус База Так Депошки Открываются Нужно Спускаться Выходить Сейчас Койоту ГТО Лимита Больше Но Койот Нормально 2-2 Делается У Зерга 2-2 Готово По грейдам Преимущество Так 8 Бараков 2 Правда Без Пристроек Продакшн Есть На Третью Базу Новые Мулы Летят Опять 2 Медивака Полетело Куда Куда Наверное На 12 На Эту Базу Здесь На Ксил Наге Какие-то Юниты Находятся Зерга Делает Хайв Кстати Говоря По рабочим 82 65 Пользу Зерга Фугас Тиран 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 Чинит Тиран Ну так Тиран 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 Решил Забрать Мариков Своих Но Зря Он Это Делает Почему Потому что Муталисков Уже 24 Штуки Они Серьезнейшие Проблемы Создают Так Отступает Назад Лимит Еще Пока Сохранится Здесь Овера Выбил Четвертую Пока Не сесть Здесь Цц Новая Готова Но Она Криво Во-первых Стоит Во-вторых Не Орбиталка Не Планетарка Так Готовится ГТО Опять Давить 19 Бэллингов 11 Морфится Будет 30 71 На 101 Боевой Лимит В пользу Зерга Естественно Цц Улетает Так Соседний Стрим Но Это Не значит Что у меня Что кроме тебя Никто на лаги Не жалуется Ты лучше в чатике Спроси Есть ли у кого Лаги Потому что Как я понимаю Их особо-то Нет ни у кого Третий Армор Зерг делает Так Муталиски Врываются Их Очень много Здесь У БТО Еще 5 Бэллингов Может Тиран Третью Атаку Заказывает 2-2 Есть Там И там Здесь Орбиталка Готова Добыча Идет Так 95 Боевый лимит На 123 Ну вот Как-то На рампу Сюда Наламываться Зергу Не очень Светит Тиран Видит Прекрасно Все что Здесь Происходит Полетел Куда-то Дроп Я не знаю Куда он Полетел Здесь нужно Готовиться К налому Зерга А не Летать Особо Идти вниз Вот такой Кучей Нужно Сплетиться Полукруг Сразу Делать Нормальный Фронт Соответственно Тогда Будет Шанс Какой-то Проломать Вот это Все Дело ГТО Все еще Готовится 30-40 Беллингов 5 Продакшен Закапывается Минка Минус Чендлинг Фугасов Мародерам Так До сих Пор И нет Так Здесь 4 Марика Плюс Хелбат На 4 Базе Узерга Начинается Харас Рабочих Очень даже Неплохой Дроны Погибают Узерга Меньше Рабочих Чем у Тирана Становится Сейчас 54-48 Опять же Пошел Свет И Тиран Спускается Вниз Боевой Лимит Сравнивается Одинаково Так Плюс Один На технику Третья Атака На пехоту Узерга 3-3 В продакшене Есть Так Врывается Муталиски Но Марики Его Пронимают Минус Где-то 3 Муты Сейчас Сделал Койот ГТО Четвертую Цц Пытается Занять Беллинг На ксилонаге Есть Марик Туда Хочет Забежать Забегает Но Беллинг Об него Взрывается И Лимит Добывает Так Спускается Марик Вниз Зверх Ждет 3-3 Наверное Грейдов Ну Цц Если ты Хочешь Занять Нужно Ее Защищать Так Выходит Вниз Тора Марики Как же Все в кучу Сейчас Находится У Койота Нужно Сплититься И Сплититься Он Куда В Неровности Рельефа Ну Кстати Подрался Так Что Еще Тут Выжило Даже Что Но Прироста Мы Не Видим Сейчас И Прикрыть Это Все Дело Нечем Тора Единственный Улетает Здесь Четвертая Цц Конечно Упадет Боевой Лимит Меньше Чем У Зерга А Самая Главная Проблема То Что Минералов Тут Дай бог Тысяча Остается С лишним Пару Тысяч А Ну На Высоком Может И Есть Так Выбивает Хату У нас Тиран Так Здесь У нас Прилетают Муталиски Начинают Выбивать Реакторы Тирану Не отбиться На мэне Мута Много 26 штук Есть Один Тор Я не знаю Что Зерга А Два Тора Здесь Поэтому Зерга Побаивается Муталиски Один Один Здесь Четыре Туретки Марики Стимпачатся Муталиски Все четыре Туретки Выбивают Нужно Торов Везти Туда На третью Естественно Привозят Коют Торов Туда На третью Сюда Но Боюсь Что Уже Не справится С ГТО Здесь Будет Так Загружается Тиран И улетает Обратно Домой Здесь Добыча Какая-то Пока идет Но она слабенькая Нужно Мулов Кинуть Чтоб Все Добыть Здесь Здесь Медивак Висит У Зерга Добыча Есть Добава